все цемент при ямке застыл очень крепко уже все и теперь можно укладывать трубу данный момент мы пользуемся летней кухней поэтому труба пока что в данный момент будет ложиться в летнюю кухню потом вот почему я сделал здесь два выхода один будет на летнюю кухню а второй потом будет идти на дом и с этой стороны третий выход это будет на огород дальше думаю промерзает земля где-то на 90 сантиметров ну я думаю возьму выкопаю где-то метр метр двадцать имеет метр десять чтобы можно было без утепления обойтись но в данный момент когда начал копать заметил что при 30 сантиметрах я не очень хорошо могу крутиться в яме и при этом не могу копать глубже вот 90 сантиметров выкопал и теперь думаю или же так и оставить и утеплить просто трубу или же пытаться все-таки копать их глубже и не утеплять вот как хорошо когда ставишь туда какую-нибудь трубку и получается не нужно долбать нарушать сам бетон и пытаться разрушить разрушить а он спокойно нашел ту трубку один раз ломиком ударил и все и она провалилась при этом конструкция вся будет цельная далее конечно здесь земля очень твердая сухая не промокает вот видно где сырая земля вот здесь хорошо копается далее уже идет очень тяжело и пошли сюрпризы я вижу далее вот будет вот такая вот штука я не знаю что это такое видимо люди топили углем или что и здесь наверно высыпали я не знаю что такое жужелка какая-то вот и вот эту вот жужелку придется где-то сантиметров до 30 20 30 сантиметров толщиной вот это придется долбать ломом и далее копать уже так сложно пробить такой большой слой жужелки когда вот здесь еще земля снизу держит поэтому приходится вот таким вот образом делать каналу сколько достаю лопатой и потом ломом сверху подобьешь она внизу осыпается и более менее быстрее можно это провалить этот слой сейчас попробуем вот 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И... Вот такое вот все аж до самого края... Вот купил такой вот набор пальму... Сейчас... Все это будем понемногу вылаживать... И посмотрим, что у нас получится... Продолжение следует... Это же надо не только засыпать... Ну что... Гофру я надел... На нее еще одну гофру... Потом намотал... Еще немножечко... Сверху... Просто вот этой вот... Не знаю, как она называется... И теперь вот... Вот место на изгибе неудобное... Буду пробовать вот так вот... Ватой понемногу... Намотал... Здесь ваты... Потом возьму пленку... Обмотну хорошенько пленкой... Чтобы не было... Доступа воды... Влаги туда... И взял вот такую штуку... Не знаю, насколько она хорошая... Конечно, доверие к ней не очень... Не вызывает... Ну, посмотрим, что такое... И сверху попробую вот этого штукой накрыть... Ну, все-таки придется, видимо, еще и делать козырек... Потому что... Вот изгиб я не знаю, каким образом... Вот этим вот обмотнуть... Так, чтобы потом влага туда не попадала... Поэтому... Как-нибудь сделаю... А сверху, видимо, придется козырек делать... Все... Пленкой я вот от влаги... Защитил... Вату... Вот таким вот образом... А теперь... Здесь тоже, в принципе, с ватой... Но она, скорее всего, будет набираться влагой... Потому что... Особо я ее не закрою из боков... Ничем... Ну, буду пытаться сейчас... Ее как-нибудь туда... Прямострячить... Каким образом... Сейчас будем думать... Ну, вот... Таким вот образом я его обкрутил... Как получилось, так и получилось... Надеюсь, будет все нормально... Все, теперь можно будет спокойно... Закидывать землей... Здесь... Яму буду копать... Ну, и там все тоже... Позакидывать... И будет нормально... Ну, и здесь плюс... Нужно будет... Вместо шпагата... Какой-нибудь... Медной проволокой... Или... Алюминиевой... Или оцинкованной... Обкрутим... И будет все нормально... А... Еще там... С той стороны... Я, в принципе... В дырку... Напхал вату немного... Но с той стороны... Я везде... Сейчас еще... Задую пеной... Ну, что... На этом я буду заканчивать... Осталось... Яму... Закидать... Там я поставил... Розетку... Чтобы... Не портить... В будущем... Шнур... Вот... Насоса... Вот... Таким... Вот... Сделал... Теперь... Шнур... Будет всегда... Здесь включаться... Насос... Если другу нужна... Замена... Или по гарантии... Что-то... Раз-два... Отключил... Вытащил... И... Все... Будет нормально... Пока что станцию не ставлю... Потому что в дом... Не завожу воду... Только в летнюю кухню... Включается... Раньше включалась здесь... Двумя вот этими автоматами... В данный момент я переделал... Один постоянно включенный... Другой выключенный... Я могу или этим автоматом... Включать воду... Ну, допустим... Мне нужно будет здесь где-то полив... Делать... То я вот этим вот автоматом... Включаю... Если нет... То... Я провел... Проводку... В кухню... И там... Отдельно стоит автомат... Чтобы набрать воды... Куда мне нужно... В кухне... Ну что... На этом я заканчиваю... До новых встреч... Подписывайтесь на канал... Всем счастливо...